всем привет сегодня я решил сравнить что лучше квартира или дом ведь многие выбирают где жить или в душной шумной квартире или в прекрасном загородном доме но это я так думаю кто-то думает иначе кто-то выбирает квартиру потому что ему так больше нравится а кто-то выбирает дом так вот я сегодня решил сравнить две планировки как устроено жизненное пространство в доме и как устроено жизненное пространство в многоквартирном доме а в частности я взял жека ривьера это очень крутой дом в нашем городе екатеринбурге ну что поехали друзья сравнивать я буду планировать планировку частного дома 160 квадратных метров и планировку квартиры в жека ривьера тоже 160 квадратных метров ну там есть плюс минус это неважно в общем в среднем 160 квадратных метров и примерять я это буду все на себя поэтому если ваш состав семьи похож на мой то в принципе вы тоже можете проследить ход мысли ну или может быть вы планируете приблизиться к составу моей семьи значит у нас пять человек и кот мы с женой и трое детей одна дочка двое сыновей и вот давайте на примере моей семьи как бы я для себя выбирал проследим так сказать что из этих двух объектов удобнее а что может быть нет ну рассуждать на тему что лучше с точки зрения локации я не буду тут каждый сам для себя выбирает потому что я знаю что для кого-то важно в каком-то конкретном месте в городе в каком-то доме купить квартиру потому что локация рядом садик рядом школы там еще что-то работа может быть а кому-то просто больше нравится жить в квартире это понятно с этим спорить бессмысленно а кто-то наоборот выбирает дом его ему не страшно ездить на машине и возить детей например там садик в школу или дети сами могут уже передвигаться или транспорт налажен ну короче говоря вот эти две ситуации я сравнивать не буду тут каждый сам для себя решит я буду сравнивать по организации жизненного пространства и с точки зрения планировки с точки зрения планировки и так давайте смотреть первый параметр он одинаков это квадратные метры дом 160 квадратных метров квартира 160 квадратных метров что есть в доме при этом кухня гостиная 47 с половиной квадратных метров три спальни что для меня очень важно одна нам другая детям ну то есть одна мальчиком другая девочки два санузла с окнами для меня например это тоже очень важно чтобы была инсоляция хорошая чтобы солнечный свет меня радовал ведь у нас здесь на урале там где-то у нас в москве или у нас ленинграде солнечных день дней не так уж и много поэтому солнышком порадовать себя хочется поэтому большой плюс что здесь санузлах есть окна здесь есть две гардеробные это тоже мега важно потому что это места хранения как как без мест хранения и кстати помимо двух гардеробных есть еще огромный шкаф в коридоре потом его покажу конечно же есть котельная она занимает какое-то место высота потолков здесь 4 метра вы знаете свое время я жил с родителями в сталинской квартире потом мы переехали в квартиру в свою собственную это тоже была сталинка тоже с высокими потолками там потолки были 320 и это прям совсем другие ощущения нежели ты живешь в панельки где там 250 или 260 но вот сейчас строят 270 280 ну как бы получше но это знаете далеко до 3 20 в общем ощущение совершенно разным так вот здесь в доме 4 метра 4 метра потолки представьте как это круто сколько воздуха какое там ощущение окон 14 штук 14 штук окон и есть огромная терраса на которую можно выйти в любое время года и даже зимой если холода не боитесь что в квартире квартира 160 квадратных метров кухня 21 квадратный метр и три спальни здесь я так понимаю кухню можно соединить с одной из комнат и тогда получится кухня-гостиная 52 квадратных метра чуть побольше чем в варианте дом 52 квадратных метра но при этом остается всего лишь навсего две спальни и это совершенно не мой вариант потому что одну то спальню понятно мы себе женой заберем а вторая спальня на трех детей но это совершенно не годится троих там разнополых в одну спальню можно конечно но лучше не надо поэтому у меня вариант остается оставить кухню и отдельно три спальни если я рассматриваю эту квартиру при этом кухня 21 с половиной квадратных метра это конечно мало мало здесь есть три ванные комнаты это здорово они без окон это не здорово высота потолков три метра ну там с каким-то хвостиком это неплохо в целом три метра на общем фоне то что продается в городе это здорово но в сравнении с домом это конечно две большие разницы три метра и четыре ну сами понимаете и здесь есть два балкона это балкон это не террасы они такие узкие такие колбасообразные такая кишочка но в общем здесь даже мебель нормально не поставить стульчики можно а вот какие-то шезлонги или что-то там не знаю качельку какую-то уже нет ну это просто простой балкон вот такие вот исходные данные а теперь давайте поподробнее разберемся я постараюсь сразу же по ходу движения сравнивать одно и второе чтобы не вспоминать а чё же было раньше и так начиная с входной группы поехали первое дом когда я захожу к себе домой то есть что я хочу вот я и и вот я со своей семьей допустим мы пришли с какой-то прогулки что мы должны сделать мы должны зайти мы должны снять обувь снять одежду и мы это делаем как правило практически одновременно одновременно пять человек здесь в доме тамбур 5 квадратных метров не загроможденной мебелью но максимум консоль какая-то будет стоять и все и тут же мы проходим в гардероб куда вешаем эту одежду места предостаточно меня это вполне устраивает плюс к этому здесь предусмотрены стеклянные двери с улицы то есть очень хорошо все освещено я вижу улицу когда есть стеклянные двери или окна ну сами понимаете насколько это другое ощущение что в квартире в квартире я захожу из подъезда открывая дверь попадаю в такую прихожую она по размеру примерно такая же как и в доме и чтобы повешать одежду я должен зайти вот в эту кладовочку она обозначена 5 и 6 метров но это не так одну треть этого помещения как минимум съедают вент короба я был в квартире в ривьере и видел какие огромные это наросты на стене вот этот вот вент короб который реально сжирает очень много места и не дает возможности поставить шкаф то есть расположить сюда мебель а тем более сделать из этого гардероб невозможно ну то есть вот куда поставить шкаф вот если мы сориентируемся на ширину газовой плиты ну или электро плиты она всегда 60 на 60 то есть вот у нее такой стандартный размер берем этот размер переносим сюда и получается что шкаф занимает чуть ли не все пространство этой кладовки поэтому это не гардероб это какая-то кладовка я не знаю там удочки поставить или обувь для меня это совершенно не удобно почему было бы не сделать вот гардероб побольше не знаю но вот если кто-то будет делать планировку то рассмотрите этот вариант и делайте обязательно гардеробную больше окей проходим дальше в этом доме я попадаю в галерею со стеклянной стеной вот это вот вся стеклянная стена и сквозь которую я вижу террасу на которой растут какие-то цветы деревья дальше природа ну то есть фактически я все еще продолжаю оставаться на природе понимаете да то есть ну как то есть я ее вижу и получается такое ощущение хорошее когда пространство дома перетекает пространство на улицу и наоборот пространство улицы перетекает в пространство дома впервые это применили архитекторы когда проектировали всем известный версаль и вот эту вот идею перетекания они там реализовывали то есть чтобы сад но знаете вот эта знаменитая зеркальная галерея где вот они танцевали она перетекать с огромными окнами то есть вот она перетекала в сад и и обратно это не версаль конечно как вы догадываетесь но настроение ощущение простора здесь точно будет что в квартире в квартире я попадаю в холл он естественно без окон в нем присутствует раз два три четыре двери и плюс здесь возможно какая-то появится если появится не дай бог то это уже пятая дверь я буду стоять в холле где вот это огромное количество дверей самое главное что холл темный но понятно что я буду электрическим светом его освещать но все равно позитива от солнечного света его здесь нет и вот если сравнивать то конечно это определенный минус дальше смотрим кухню гостиную из галереи в доме я попадаю в большое пространство которое сорок семь с половиной квадратных метров что здесь есть во-первых здесь есть кухня обратите внимание кухня с островом и с дополнительным шкафом для хранения здесь нету кладовой хотя я всегда говорю что лучше предусматривать в частном доме дополнительное помещение как кладовую для кухни это очень удобно там можно запасы еды хранить на случай голодной зимы там можно всякое оборудование кухонное хранить там можно отдельно какой-нибудь самогонный аппарат поставить чтобы он был не на виду а где-то там бурлил там и здесь этого нет к сожалению но есть большой вместительный шкаф который в общем-то выполняет эту функцию хранения помимо этого есть большая кухня с островом остров я очень люблю как вы знаете за островом очень здорово стоять и готовить потому что лицом гостям а за островом здорово собираться всей семьей и что-то вместе готовить за островом здорово общаться с гостями они что-то пьют там ну и так далее в общем правильная организация кухни дальше здесь есть очень важная зона это обеденный стол здесь обратите внимание он предусмотрен на 4 человека но 4 стульчика по крайней мере показано можно добавить еще два стульчика он будет на 6 мест можно его немножко увеличить и добавить еще стульчиков он будет на 8 мест еще добавить на 10 мест короче говоря есть вот такая зона под столовую и это классно когда есть стол на котором можно разместиться кстати обратите внимание стол рядом кухни и через остров будет вот это вот раздача если можно так назвать сервировка стола обеспечиваться дальше диванная группа это диван можно два кресла добавить телевизор и все это рядом с огромным панорамным окном вот такая вот здесь кухня гостиная что мне безусловно очень нравится и отсюда кстати говоря выход на террасу еще есть дальше смотрим кухню в квартире здесь она 21 с половиной квадратных метра и в таком виде конечно лично для меня и для моей семьи пять человек этого очень мало но прям безумно мало вот смотрите как здесь предлагает сделать застройщик то есть вот вот здесь идут все коммуникации то есть мне кухню придется выстроить вдоль вот этой вот стены дальше наверное скорее всего я захочу ее завернуть вот сюда и у меня получится кухня с уголком и сама по себе кухня не очень большого размера гораздо меньше чем в варианте с домом остров поставить здесь у меня нет никакой возможности если я его поставлю то у меня просто в стол не влезет чтобы поставить стол мне нужно будет его расположить вот как-то вот сюда при этом совершенно не остается места чтобы поставить диван кресло телевизор ну то есть зону отдыха здесь нет такой возможности чтобы она появилась мне нужно эту комнату увеличить как бы я ее увеличивал ну конечно я бы ее увеличивал за счет вот этой комнаты которая 31 квадратный метр то есть я бы убирал вот эту стену со стороны холла я бы замуровывал дверь на кухню и кухню ставил бы но вот каким-то таким образом вдоль дальней стены и вдоль стены где идут коммуникации но чтоб коммуникации это по кухне можно было спокойно совершенно протянуть кухня все равно будет оставаться скорее всего угловой потому что пока что я не вижу возможности остров поставить просто места нет столбы сместился вот в эту зону вот сюда бы он не поместился тоже наверное круглый но а диван и кресло я бы наверное куда-то вот сюда уже ставил то есть вот так бы под себя сделал здесь оставалась бы гардеробная комната как вы помните вот хорошая большая все бы ничего да есть один огромный минус я лишаюсь дополнительной комнаты и получается что у меня есть одна спальня для родителей и одна детская в которую мне нужно поместить трех детей но это конечно передоз комната 30 метров ее можно было бы поделить на две части можно было по 15 метров сделать комнаты сделать я этого к сожалению не могу потому что всего лишь навсего одно окно как в него воткнуть перегородку непонятно нет точнее физически это понятно можно прям в стекло упереть там через какой-нибудь скотч проклеить все это можно сделать но это уже будет напоминать какую-то коммуналку питерскую знаете как там прям вот так и делили прям в окна не в окна ну как получится там по полтора метра вот так нарезали помещение и хорошо но извините покупая квартиру там за 20 больше чем за 20 миллионов строить перегородку и упирать ее в окно ну это бред какой-то давить поэтому для меня вариант неприемлем а значит у меня остается кухня 21 квадратный метр которая для меня тоже неприемлема вот видите вроде бы казалось та же площадь как-то не склеивается там расставить мебель вот поэтому квадратные метры это не самое главное но что нужно обращать внимание надо всегда расставлять мебель в пространстве и тогда становится понятно удобно она или нет вот сейчас про спальне я уже заговорил но наверное стоит и продолжить давайте в доме в доме смотрю спальню спальня родителей прежде всего а что я здесь получаю во первых я из холла захожу и попадаю в гардероб из гардероба я попадаю в спальню и ванную комнату и вот это пространство лично мне нравится почему во первых есть гардероб в этом гардеробе два шкафа мой и жены и есть окно мне не надо включать свет утром я вышел радую солнышку там не знаю птички поют я могу его открыть это здорово это гардеробный является дополнительным звуковым буфером чтобы все звуки не достигали места где сплю например ну и наоборот чтобы звуки не выходили наружу тоже важно дальше спальня спальне есть кровать в этом варианте она стоит лицом как но ну точнее как сказать изголовьем что вот лежа на кровати можно смотреть в окно а можно кровати по-другому поставить можно например вот так вот и и поставить то есть ну то здесь есть некая вариативность то есть можно так поставить в первом варианте когда кровать стоит вот изголовьем к такой вот небольшой стеночки за этой стеночки есть еще дополнительные места хранения и рабочее место то есть это такое тот самый приватный кабинет и если мне нужно вечером там почту отправить я могу в своей спальне сесть отправить и уже потом отправиться спать ванна есть сама ванна корыто есть душевая кабина где принять душ раковина унитаз и еще и окно чтобы лежа в ванной я мог любоваться природой ну просто супер а что в квартире в квартире 26 квадратных метров и выход в свою ванную то есть вариант либо эту выбрать либо выбрать которая 29 квадратных метров ну то есть что-то вот из этих двух комнат я думаю это это подойдет ну вот например если мы возьмем 26 квадратных метров то что мы получаем то есть мы заходим в спальню кровать наверное куда-то придется поставить вот в эту область и поставить шкаф где-то к стеночке почему так гардероб сюда не влазит вот если бы комната была вытянута тогда бы влезла и гардероб и кровать здесь этого сделать не получится здесь получится поставить просто кровать и шкаф напротив кровати у нас есть стена с двумя дверями вот между ними возможно поставить какой-то комод с какой-то красотой на этом комоде что-то может быть в угол типа дерева и все больше эта планировка наверное одно так глобально ничего не позволяет сделать что мне здесь не нравится мне не нравится что когда я захожу я сразу же натыкаюсь на торец шкафа дальше когда я захожу я сразу же вижу кровать тоже не очень хорошо терпимо но как бы так себе вариант а дальше с кровати я вижу стену где куча дверей ну то есть просто две двери и окно вот где-то сбоку если сравнивать с вариантом дома то здесь кровати я вижу природу какую-то или сад который я сам там как-то организую это гораздо симпатичнее чем вот видеть две двери с кровати следующая комната это видимо детская значит в варианте дома две детские по 15 квадратных метров и рядом с ними есть отдельная ванная комната не очень большая но все необходимое в ней есть то есть ванна раковина унитаз то есть для двух детей пожалуйста это же ванна кстати является гостевой то есть когда гости приехали они пользуются этим санузлом согласен не очень удобно что нужно бегать в него прям вот через весь дом это не очень хорошо в квартире эта ситуация лучше реализована просто с точки зрения того что санузел тут же прям рядом вот что называется под рукой то есть он ближе вот в этом здесь есть плюс но нету двух детских видите а если они есть то кухня гостиной превращается в маленькую кухню и это большой минус постирочная то есть это тоже очень важная часть дома или квартиры это то место такая хозяйственная комната где я буду стираться но потому что я не хочу ванной ставить стиральную машину она мне там не нужно потому что к стиральной машине нужно поставить корзину для белья к этому всему нужно какую-то химию поставить ну короче куча всего и я вот это в своей ванной да еще и с таким красивым окном видеть не хочу поэтому нужно отдельное помещение в квартире здесь три ванных поэтому из одной любую выбирай на выбор и из нее можно делать постирочную ну как бы пожалуйста и это здорово в доме этот вопрос реализован с помощью шкафа большого то есть внутри этого шкафа спрятана стиральная машина сушильная машина корзина для белья ну и все необходимое таким образом получается что постирочная совмещена как бы вот с этим холлом то есть таким образом сэкономлено немного пространства вот хорошо это или плохо решает каждый сам конечно отдельно постирочная получше но с другой стороны для меня более важны те помещения которые в этом доме поэтому я готов к постирочной отнестись вот как к некому шкафу ну тем более что когда белье стирается все равно ничего делать не нужно пускай это будет за закрытыми дверями в шкафу значит что здесь еще нужно сравнивать нужно сравнивать а как мы будем проводить здесь время помимо просмотра телевизора готовки еды наверное мы захотим как-то вздохнуть воздуха посмотреть на природу вот в квартире как я буду это делать в квартире я выйду на балкон и посмотрю что там происходит на улице но в целом это хорошо то есть какая-то жизнь кипит машинки ездят птички летают балконы здесь не очень большие поэтому ну максимум стульчик какой-то я поставлю что в доме будет происходить в доме я могу выйти на свою собственную террасу она большая здесь можно стол поставить можно поставить шезлонги можно дальше в сад выйти и если вспомнить ситуацию которая была год назад когда нас абсолютно всех засадили по домам то конечно однозначно я выбираю дом потому что в доме я могу выйти на эту террасу погулять по ней я могу погулять по своей лужайке а в своей квартире кроме как на балконе 5 квадратных метров погулять я не могу поэтому этот параметр конечно остается за домом дом здесь победил еще наверное стоит сравнить по окнам для меня это тоже важно дневной свет я вообще всегда говорю что самое ценное в наших интерьерах это дневной свет это лучи солнца которые проникают внутрь и жилого пространства вот мы все можем сделать в интерьере выбрать любой дизайн покрасить любым цветом стены люстры диваны да все что угодно мы это все в наших силах и мы можем сделать как хотим а вот солнечный свет мы не можем добавить если его нет поэтому я и говорю что это самая ценная вещь в нашем интерьере и поэтому к ней нужно относиться особенно бережно с особым вниманием что у нас в квартире в квартире у нас четыре окна в одной комнате по одному окну ванных окон нет в гардеробных окон нет да тут и гардеробных тоже нет поэтому когда я буду принимать ванну или душ солнечные лучи меня радовать не будут когда я буду переодеваться в гардеробной солнечные лучи меня радовать не будут да и окошки здесь не очень большие они начинаются где-то от пояса ну стандартные окна ну и вот куда они там вот до верха до куда-то доходят и по ширине ну достаточно большие надо сказать что в доме в доме 14 окон 14 они со всех сторон дома вот и если рассматривать гостиную например то здесь вообще уникальный случай это окна с четырех сторон в помещении окна с четырех сторон вы можете себе это представить вот здесь на кухне с одной стороны а здесь с четырех это значит что когда я стою на кухне и что-то готовлю за этим замечательным островом я смотрю в панорамное окно не вот в амбразуру в стене а в стеклянную стену от пола до потолка и от стены до стены это просто стеклянная стена согласитесь это совершенно другие ощущения помимо того что все совершенно по-другому освещается гораздо лучше ярче и и воздушнее складывается вот такое ощущение а здесь с кухни я могу сделать шаг в сторону и посмотреть в окно которое выходит на улицу могу просто в него посмотреть могу посидеть около него чай попить могу открыть эту дверь выйти сюда на крыльцо посидеть могу выйти там где стол и посмотреть в окно там не знаю к соседям могу пойти прямо и вот в панорамное окно полюбоваться могу пойти направо выйти на веранду вот на эту замечательную террасу там посидеть в общем тут вариативность какая-то безумная просто в квартире выход один на балкон все ну и дальше если рассматривать по окнам то например ванная да вот моя личная ванна вот утром вот когда вы выходите начинаете умываться вот вы вспомните как у вас этот процесс вот вы стоите у раковины и вот чистите зубы там умываетесь там душ принимаете там где квартира это 4 глухие стены понимаете и собственно все вот чем любоваться ну выход один дорогой плиткой надо купить дорогую плитку наклеить на стены и радоваться что ты потратил деньги и теперь любуешься узором она на вот этой плитки а варианте где дом мне как бы этого не надо я буду любоваться видом из окна вот мое главное украшение интерьера это вид из окна это окно и когда намыливаюсь я смотрю в окно и мне на самом деле не очень важно какая плитка наклеена на стены понимаете да то есть можно сэкономить то есть можно не тратиться на слишком дорогую плитку можно попроще а все главное за окном у детей здесь тоже вот в этой ванной тоже есть окно и это тоже здорово это тебе и вентиляция можно окно открыть это тебе и свет кстати экономия на электричестве понимаете экономия на электричестве ну и конечно огромное панорамное окно которое из галереи мы прямо видим и сад и террасу что создает ощущение перетекания дома в сад и сада в интерьер то есть это конечно дорогого стоит конечно я тут больше упор сделал на то что мне больше нравится дом но это действительно так примеряя его на себя и на свою семью на вот моих троих детей я для себя делаю вывод что в доме мне жить конкретно вот в этом здесь мне было бы удобнее чем в такой же площади но в квартире в общем подытоживая все сказанное конечно я выбираю дом и здесь дорогие друзья вы сами для себя должны сделать выбор что для вас важнее квартира или свой собственный дом в квартире мы очень сильно ограничены рамками стен коммуникации несущих конструкций ограничениями управляющей компании но и так далее в своем доме мы практически ничем не ограничены мы проектируем так как хотим и так как нужно это нам поэтому делайте выводы сами решайте сами выбирайте сами ну а я с вами прощаюсь и прошу поставить лайк прокомментировать обязательно все вышесказанное подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и всем пока живите с комфортом